Жизнь наша стремительно изменилась. Все сейчас в какой-то глубочайшей растерянности. Как вы смотрите на себя внутри вот новой реальности? Меньше всего определять сознание. А много уехало народу из индустрии? Миграция — это ад. Почему ты не уехала? Сидя там, ты не можешь объективно оценивать происходящее. Каким сейчас будет отношение к русским? Нормальные люди все понимают. Где мы будем себя искать? Что мы и что мы будем делать? Про кинотеатры. Я думаю, что кинотеатры в жопу. Хорошо. Ты 9 лет пожила в ЛА. 9 лет, да. Год назад, в 2021 году, ты вернулась в Москву. Да, я сначала приехала, потому что меня очень утомили ковидные ограничения в ЛА. И стало скучно, депрессивно. И вообще там у всех поехала крыша. Тогда как русские люди достаточно более адаптивные к любой ситуации. И для нас... Особенно кризисные. Исключительно кризисные. Я бы сказала, потому что других, мне кажется, не бывает. Там я сидела в одиночестве, глядя в окно. И смотрела на сторис из Москвы. Понимала, что там, в общем-то, как будто бы ничего и не было. И я туда сюда приехала, потому что устала, хотела пожить нормальной жизнью. Там в ЛА очень размеренно, спокойный. Ты там тоже с друзьями договариваться даже за неделю о встрече. А уж там по работе это вообще. Там, наверное, некоторые за месяц встречи назначают. Ну, а здесь вообще. То есть ты вышел, и ты уже в гуще событий. И вот меня что-то засосало. Я съездила обратно. Купила билет в одну сторону, чтобы вернуться. И посидела там. И такая, нет. Все-таки, наверное, я хочу сейчас быть в Москве. И просто решила довериться этому чувству. Зря, но тем не менее я здесь. И у меня очень классная работа. Работа с очень приятными людьми. И это меня очень сильно вдохновляет. И поэтому я здесь. Ну, и потом у меня здесь есть семья и все-таки друзья, которых я очень люблю. В начале практически этого года, 24 февраля, жизнь наша стремительно изменилась. Как вы смотрите на себя внутри вот новой реальности, которая происходит? Я считаю, что мы, безусловно, оказались сейчас в какой-то глубочайшей растерянности во всех смыслах, во всех индустриях, во всех, не знаю, семьях, компаниях. Мы потеряли, все наши какие-то планы разрушились, какие-то надежды, даже минимальные, которые у нас были. Их, ну, произошло полное разочарование в них, да. И те смыслы, которыми мы жили, которых и так было, ну, по крайней мере, в моем случае очень немного, их тоже забрали, и они перестали существовать на территории, не только Российской Федерации, к сожалению, но и в целом, по крайней мере, в моей жизни. И сейчас я, безусловно, для себя вижу некоторую возможность или даже необходимость эти смыслы создавать. Потому что, во-первых, кто-то должен их создавать, и, безусловно, есть определенная повестка, которую хотим мы или я того или нет, она будет создаваться. Но, помимо этого, есть еще и другая точка зрения на искусство. Я сейчас говорю там, да, исключительно про искусство, про кино, сериалы, музыку, да, какой-то арт. Креативную индустрию. Да, какие-то креативные индустрии. И наша задача продолжать и не останавливаться. И, в общем-то, такие кризисные моменты. Конечно, вот в самый пик такой очень сложно что-то креативить, что-то создавать из себя, вытаскивать. Но я точно знаю, что сейчас придет какое-то время, это все переварится, абсорбируется, и будут создаваться какие-то очень интересные вещи. А что за смыслы? Вот какие смыслы ты на сегодняшний день для себя видишь как важные? Ну, во-первых, мне кажется, очень важно понять, кто мы есть на самом деле. Потому что то, что мне предлагают со всех сторон, мне не устраивает. Ни с одной стороны, ни с другой, ни с третьей. Мне не кажется, я в этом не вижу никакого отклика. Когда ты пишешь сценарий, твоя задача как сценариста сделать так, чтобы главный герой откликался в зрителя. Так вот, тех вот героев, которых мне предлагают, мне они никак не резонируют. И мне хочется создать или помочь кому-то создать таких героев, которые будут резонировать исключительно для меня и для людей, которые мыслят со мной одинаково. Этих людей, наверное, меньшинство, но меньшинство определяет сознание. Я в это однозначно верю. Поэтому это такой номер один, кто мы и что мы будем делать дальше, да? И какой вектор развития мы собираемся выбрать. Почему ты не уехала? Во-первых, у меня нет никаких иллюзий по поводу того, как будет там. Я человек, который прожил в эмиграции. Ну, эмиграция это ад. Я много раз об этом говорила, не перестану это говорить. Тем более в такой стрессовой ситуации. Я даже не хочу на секундочку себе представлять, что испытывают те люди, которые просто в панике все схватили и убежали. Потому что когда я эмигрировала, я не бежала никак в панике. У меня было все в порядке. И я делала это очень осознанно, поступательно. У меня был план и так далее. И я все равно оказалась в аду психологическом. Аду какой-то адаптации, ассимиляции. Это очень-очень-очень сложно. Тем более, если ты переезжаешь в страну с совершенно другим менталитетом. Да, я могу говорить только про это. Вот ментальный разрыв. Что это за разрыв был? Ну, это разрыв вообще в образе мышления и самоощущения и уровня осознанности. То есть там разрывы, они как бы по всем статьям идут. Я наблюдала и наблюдаю очень много русских эмигрантов. Из нашего даже с тобой, там, круга людей. То есть я не говорю там, да, про каких-то людей, которые совсем далеки. И вдруг они выиграли грин карту и переехали. Это другая. Ну, нет людей из рекламы, из кино, из каких-то там, из других креативных индустрий. Которые переезжают, и они абсолютно не могут туда вписаться. Потому что им, да и на самом деле, это и не нужно. Приехав в Америку, даже с очень большим количеством денег, ты все равно оказываешься на ступень, на две, на пять ниже той жизни, в которой ты жил. Потому что ты никто. И ты ничего здесь не знаешь, не понимаешь. И ты не вхожь там, да, в какие-то компании и так далее. Ты все равно все строишь с нуля, независимо от своего статуса. Как ты думаешь, вот исходя из своего опыта личного и тех наблюдений, которые ты в эмиграции для себя как-то фиксировала, каким сейчас будет отношение к русским, ну, например, в Америке? Или, может быть, в Европе, если у тебя там есть какой-то определенный опыт общения с европейцами? Как это сейчас будет меняться? Ну, мне хотелось бы верить, что, конечно, нормальные люди все понимают. И мои американские друзья меня ужасно сочувствуют и предлагают мне помощь, любую, которая мне нужна. Я думаю, что, к сожалению, в профессиональном плане будет тяжело. И что с русскими никто не захочет работать какое-то время. Просто связываться с этими, с фамилиями, да, иметь какой-то вот на любом проекте, неважно, что это. Да, у меня там даже мой американский друг и партнер, с которым мы вот просто там, вот, бро, проект, который мы хотели делать вместе. Он мне говорит, ну, я не могу с тобой делать проект, царя. А чем это он объясняет? Ну, тем, что это на репутации на его будет клеймо, что он, как бы, вот, русский проект, русские люди, с ним, там, русские деньги, вот это все. Ну, то есть, пока что так. Ну, вернемся к Москве. И, собственно, ты сказала о том, что у тебя есть запрос на создание и формулирование каких-то смыслов и так далее. Но ты понимаешь, что, скорее всего, этот новый образ мысли страны будет отстроен от западной цивилизации и обращен куда-то еще. Да, вот ты сказала, кто мы. И вот, как ты думаешь, как ты сама лично считаешь, где мы будем себя искать? В своей истории, в странах Азии, в странах Востока? Как вот это, на твой взгляд, будет происходить? Мне кажется, что, несмотря на то, что Россию заканцелили, изолировать все-таки информационно невозможно. Потому что есть интернет, мы сейчас не в то же время, когда можно просто все закрыть и забыть, как будто этого не было. И поэтому, мне кажется, что, не знаю, я бы не стала делать какой-то там Восток, Запад. Все-таки хочется найти себя в этом мире, пока он еще существует. По поводу еще смыслов, я... У меня есть такое серьезное опасение. За последние 10 лет, пока меня здесь не было, очень много всего произошло в России. Очень много. И я точно знаю, что, сидя там, ты не можешь объективно оценивать происходящее. Поэтому оттуда все гораздо, во-первых, страшнее, непонятнее. И очень много можно сделать ошибочных выводов. И очень большое количество людей, ну, ты сам знаешь, которые эти смыслы могли бы создавать, сейчас взяли и уехали. И я прекрасно их понимаю и надеюсь, что они приняли правильное решение. И они будут теми людьми, которые будут пытаться создавать эти новые смыслы и говорить за Россию. И рассказывать, как здесь, что происходит. Ну, просто потому, что они по-другому не смогут. Ну, во-первых, они уверенно видят свою задачу в этом тоже. Во-вторых, ну, о чем им еще говорить. Ну, а ты думаешь, что... И мне бы хотелось, чтобы помимо их точки зрения была еще все-таки внутренняя, потому что она будет в чем-то более объективна, в чем-то менее, безусловно. Но это будет точка зрения изнутри. Кто-то должен ее транслировать. В целом, учитывая, несомненно, тот факт, что ты работаешь в культурной индустрии, невозможно, наверное, не поговорить про ту часть cancel culture, которая затронула Россию. То есть, просто с одной стороны, у нас выходят платформы типа Netflix, да, например. Мы лишаемся лицензии на каталоге кино, то есть наши платформы российские. Я, с одной стороны, очень хорошо понимаю все компании западные, в том числе тот же, не знаю, Netflix, Spotify, вот этих всех ребят, которые ушли сразу же вообще, даже не думая. Я их понимаю, для них это, ну, начнем с того, что это не такой большой рынок, если мы говорим именно, да, про то, что я знаю, эту индустрию. Для них это не такие большие потери финансовые, а репутационные могут быть огромные. А вот что с ними произойдет, расскажи. Ну, когда пошел такой тренд, ну, то есть это условно, да, с тем же, там, не знаю, Kevin Spacey тот же самый, да, когда вот там 90% студии перестали его снимать, какая-нибудь одна осталась и будет, и там продолжилась снимать, естественно, ну, это впустую. Мало того, что эти фильмы бы никогда не увидели свет, так еще бы и компанию тоже заканцели. Ну, то есть на них бы просто обрушилось огромное количество критики. Но в этой связи, пока нас канцелят, как раз-таки есть вот еще вот этот трек, связанный с откатом назад в наше пиратское подгородковое прошлое. Ты как человек из индустрии, как на это смотришь? Я категорически против пиратства, но в такой ситуации я считаю, что, ну, для меня жизнь без потребления контента, она, в принципе, вообще не имеет никакого смысла. Поэтому если люди только в таком виде могут потреблять через, там, да, пиратский сайт контент, ну, значит, будет так, это лучше, чем не потреблять. Что касается русского контента, я не думаю, что его это коснется, я не думаю, что разблокирует, там, тот же рутрекер и еще что-то для именно, ну, именно те сайты, где можно найти русский контент. И сейчас особенно всем важно, чтобы люди смотрели, покупали подписки, да, поэтому будет все больше контента и пиратить его не дадут. Про кинотеатры. Что будет происходить на экранах? Я думаю, что кинотеатрам жопа, что у них все будет очень плохо, что большая часть из них закроется. Я думаю, выживут только те, кому какие-то будут давать дотации, те кинотеатры, да, какие-то там большие, или те, у кого есть какой-то инвестор, да, там, большой, который сможет профинансировать вот этот период, пока не будет вообще никакого голливудского кино. Хорошо, а как ты считаешь, вот этот вообще вот кризис контента просто западного, иностранного, сможет ли он как-то смотивировать индустрию к какому-то толчку, к росту? Пока не очень понятно, то есть, с одной стороны, безусловно, сейчас очень большой шанс для русских ребят, там, не знаю, сценаристов и продюсеров, потому что освободилось очень много места, плюс не будем забывать, что многие уехали, да, и тоже, в общем, ниша немножко поредела. А много уехало народу из индустрии вашей? Много, ну, безусловно, не все, но много уехало, и сейчас появился запрос на некоторый новый вид жанров, которые там раньше, ну, например, там, всякие антиутопии стали, вот, прям вот последний, не знаю, там, месяц я активно про это слышу, и даже у меня в девелопменте несколько проектов, связанных именно про антиутопию, потому что, безусловно, что-то говорить проще в таком формате. С другой стороны, не очень понятно, что будет с какой-то в целом с трендом и с цензурой, и, то есть, ну, и так было тяжело, да, потому что российская индустрия, естественно, очень хочет быть похожа на голливудскую, да, в плане качества, в плане темы, о которых говорят, но и кино, и сериалы сейчас, ну, все это не существует вне контекста, то есть, ты не можешь в вакууме создавать искусство. И американцы, ну, и особенно Голливуд, у них, естественно, это очень хорошо получается, даже куда-то там, да, забегая вперед, рассказывать и создавать как раз эти смыслы, которые многим, может быть, не нравятся, где-то они, может быть, перегибают там с тем же, там, инклюзивностью, еще чем-то, но, тем не менее, они формируют повестку и говорят о том, что сейчас является важным в обществе, остро-социальным, да, и так далее. В основном сейчас будет отдаваться предпочтение вот такому сказочному или антиутопичному контенту, либо чему-то совсем развлекательному. Именно такие жанры, вот, как комедии, например, там, триллеры, хорроры, вот это сейчас будет в самом большом, такое, в самой большой цене, потому что такие жанровые штуки, они могут вне контекста существовать, да, там, не знаю. Вот, как бы, что касается того, что мне больше всего интересно, да, это именно какие-то остро-социальные вещи с ними, сейчас вообще непонятно, что будет. В завершающей, как бы, так скажем, уже стадии нашего разговора хочется спросить про твои какие-то ритуалы, которыми ты себя сейчас спасаешь, сохраняешь, успокаиваешь. Вот что ты смотришь, что ты выходишь, что ты слушаешь, ты выпиваешь или ты гуляешь? Я, во-первых, не смотрю больше ничего на русском языке в плане вот интервью тех, кто уехал или какие-то политические шоу, неважно, о какой точке зрения они там говорят, я для себя это сейчас закрыла, потому что психгигиена сейчас важнее всего. Всего, превыше всего, потому что в этих интервью я, в принципе, могу синопсис сама написать того, что они там произносят уже это все, все понятно, ничего нового, к сожалению, сейчас никто не скажет, в этих шоу тоже, поэтому я для себя эту страничку сейчас закрыла, и у меня снова получается смотреть развлекательный контент. Я смотрю кучу просто сериалов, фильмов, сейчас был Оскар, много нужно было к Оскару посмотреть всего. Естественно, смотрю там, ну, американское, европейское кино, а сейчас, учитывая, что нет голливудского кино в кинотеатрах, тем не менее, Art House всякий выходит, вышло сейчас несколько очень хороших фильмов. Я, в общем, себя пытаюсь какими-то, вот, пока у меня нет собственных смыслов, пока я в процессе их создания, я поглощаю другие, и точно ничего больше такого, да, что касается какой-то там ситуации, потому что, ну, понятно, новости я все равно читаю, да, без этого никуда, но аналитику и даже независимые медиа я перестала читать, я больше не могу, мне хватает вообще, я, безусловно, выпиваю, так же, как все, наверное, сейчас, спорт, без этого вообще точно не выжить в наше время, и общение с людьми, мне кажется, сейчас с людьми, которых ты любишь, которые любят тебя, что немаловажно, мне кажется, мы сейчас все перестали особо куда-то ходить, какие-то там аут, не знаю, бары, вечеринки, как-то немножко кажется неуместным, но мы все очень часто ходим в гости, собираемся, точно так же там выпиваем, как и везде, там иногда чуть больше, чем нужно, но это вот какие-то домашние такие посиделки, которые, мне кажется, сейчас вообще жизненно необходимы, потому что, ну, оставаться одному, безусловно, необходимо для того, чтобы анализировать происходящее, как-то все это себе укладывать, но сейчас очень тревожно, я думаю, всем особенно, тревожным людям тревожнее втройне, я думаю, что компании и какие-то единомышленники вокруг очень сильно в этом смысле помогают, вот, и я очень жду солнца, мне кажется, тоже несколько сможет нас всех поддержать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok